В жаркие летние месяцы ощущалась нехватка воды. Даже самая большая река этого региона, Коголнык, пересыхала, поэтому нагайцы сооружали во внутренних районах этой области глубокие колодцы. У буджакцев, впрочем, как и у остального населения Крымского ханства, вырыть колодец стало доброй традицией и делом чести. Этот обычай передавался из поколения в поколение. Буджак не был богат лесами, но предприимчивые нагайцы нашли выход из этого положения. Они вынудили Кудрянов, одно из молдавских племен, живущих на границе с Буджаком, заключить с ними договор, по которому те должны были ежегодно доставлять крымским татарам определенное количество бревен из молдавских лесов. Буджакцы были известны как хорошие земледельцы, скотоводы, охотники и пчеловоды. Пшеница, рожь, ячмень, проса и даже виноградники культивировались в этом регионе. Излишки отвозились на продажу в приморские города, от Герман и за Дунай в Килию. Конечно же, соседство с молдаванами приводило к постоянным стычкам между этими разными народами. Между ними почти никогда не было мира. Приграничные села, как молдаван, так и нагайцев, постоянно страдали от непрошенных гостей, как с одной, так и с другой стороны. Буджак всегда был оживленным регионом. Здесь в разные времена оседали многие народы и племенные союзы. Однако аборигенами этих земель принято считать фракийские племена. Позже автохтонов ассимилировали скифы. Их сменили сарматы, затем готы и гуны. После смерти Атилы гуны еще некоторое время проживали в этих местах. О себе они оставили память в виде топонима гунивар. Так, по мнению шведского историка Иоганна Эриха Тунмана, называли часть нынешнего Буджака. Но и они, а точнее большая часть гунов, которые не захотели уходить, вскоре смешались с булгарами, а те, в свою очередь, с печенегами. В начале 11-го столетия в этих местах осел тюркский народ – куманы или копчаки. Со временем копчаки владели не только Буджаком, но и всем Северным Причерноморьем, а со временем, как и их предшественники, приняли активное участие в формировании этногенеза крымских татар. Сохранились сведения, что здесь, в Буджаке, проживал один из копчакских низей – некий Бессараб. Его именем стали называть и жители этого региона – Бессарабами. Так ли это было на самом деле, или это всего лишь легенда неизвестна по сей день. А вот польский архидиакон из города Гнезно, чего имени история не сохранила, писал в своем труде, что жители Буджака до 1259 года называли Бессарабы. Однако и здесь стоит оговориться. Этот аноним черпал свои сведения из хроники своего соотечественника, польского священника Годислава Башку, чье историческое произведение не отличается достоверностью и содержит много неточностей.